Добрый день всем. Почему я здесь, наверное, многие задают этот вопрос себе. Я хочу ответить на те вызовы, угрозы, которые несут заявления депутатов разных уровней. Это депутат и Верховной Рады Украины, депутаты городских советов к дальнейшему развитию нашего города. Ситуация с ТОППМК-59, благодаря титаническим усилиям, я считаю это в кавычках взято, и народного депутата Владислава Трошенко, и депутата городских советов, они смогли буквально за один день превратить из чисто ситуации экономической в ситуацию политическую. И, к сожалению, очень жаль, по моему мнению, что это было сделано. И поэтому я решил расставить все точки над «и» и решил провести эту пресс-конференцию. Начнем сначала, когда было создано предприятие ТОППМК-59. Это май месяц 2014 года. В этом же месяце, в мае, я стал директором этого предприятия. И в этом же месяце, в мае, ТОППМК-59 купила объекты недвижимости на территории ДППМК-59, ВАТ, Чернигов, ВОТ, БУТ. Все объекты, которые находятся на территории, нами были куплены. Буквально сразу после покупки этих объектов, многими людьми, нами, на сборах, было принято решение о том, чтобы инвестировать в город Чернигов и непосредственно на территорию, в которой находятся наши объекты, инвестировать для строительства многоэтажной социальной застройки с развитой социальной инфраструктурой, с развитыми коммуникациями. Таков был наш план. Почему? Тоже отвечу на этот вопрос. Потому что мы считаем, что город должен развиваться. Город должен строиться. Что такое строительство для нашего города и для любых городов? Это жизнь. В первую очередь, и я от этого, наверное, мнения не отойду, никогда не нашел. Что означает это? Это означает сотни рабочих мест для строителей, во-первых. Для их семей заработные платы в течение не одного месяца, а возможно года и двух, в зависимости от того, сколько будет ввести с постройкой конкретных зданий. Во-вторых, это работа смежных предприятий, которые работают на стройку. В-третьих, это работа уже после окончания застройки тех подрядчиков, которые будут делать ремонты в этих квартирах. Это работа супермаркетов и бытовой техники, которые люди будут покупать в новые свои квартиры. Это и работа строительных бригад, которые будут делать ремонты в этих квартирах. То есть, это очень много людей связано с стройкой, которая могла бы быть сделана в городе Чернигая. Что же произошло? А, кроме этого, это еще уплата 4-процентного сбора от общей сметы строительства в бюджет развития нашего города. Можно представить, какая это сумма была бы. И о бюджете развития города говорят о том, многие депутаты, что это очень важно, при этом они блокируют, как на мое мнение, такие важные вопросы, которые выносились на эту сессию. Плюс это уплата налогов с аренды земли. Но это все было в один момент заблокировано. То есть, по моему мнению, я знаю, что я не одинок в своем мнении, вопрос ТОВ по МК-59, это вопрос развития города. Любая стройка, это вопрос развития города. И не на один год, не на два года вперед, а на пять-десять лет. Потому что от начала момента зарождения идеи строительства до реализации этой идеи проходит не один месяц, не полгода, даже не год, иногда два и три года. И еще раз хочу повторить, что благодаря усилиям народного депутата Владислава Атрошенко, депутатам городского совета, этот вопрос перевели из сферы хозяйственной, сферы политической. Зачем, я могу лишь предположить. Возможно, это чисто политический популизм. Или второе мое, я еще раз повторюсь, предположение, корыстный экономический личный интерес. Но, еще раз повторюсь, это лишь мои предположения. Теперь пройдемся по тем пунктам, которые были озвучены на пресс-конференции народным депутатам, тут же, на этом же фоне, который не соответствует действительности. И что это? Вранье? Манипуляции? Некомпетентность? Или личная заинтересованность? У меня лишь только вопросы. Во-первых, остановлюсь детально на всем этом. Народный депутат озвучил, что территория ПМК-59 подходит к Стрижню. Поэтому, я могу сказать с полной ответственностью, что от территории ПМК-59 до реки Стрижень не менее 300 метров. И это, наверное, в разы больше от необходимых санитарных норм, которые необходимо даже использовать к реке, как центральная артерия Украины, река Днепр, городе Киеве. Поэтому, это либо вранье, либо некомпетентность, незнание, где же находится территория ПМК-59. Купленные нами объекты на этой территории. Следующее. Он озвучивает тезис о том, что эта территория находится, как подниматься по улице Боевой, к улице Рокоссовского, вот сразу справа, это он озвучивал на пресс-конференции. Там и приблизительно нет этой территории. Там действительно находится парк, который мы все проезжаем и смотрим. Но это не та территория, о которой говорит народный депутат. Следующее. Народный депутат озвучивает то, что это ДП и называет это Державным предприемством. Акт постоянного землепользования выдан на ДП, государственного предприятия, как озвучивает народный депутат. Я не знаю, перепутал сознательно или несознательно ДП. Но это не государственное предприятие и таковым никогда не являлось. ДП можно расшифровать, как на самом деле и есть. Дочернее предприятие. Дочернее предприятие. ПМК-59, открытого акционерного общества, Черенигов, ВОД, БУД. У которого мы и купили эти объекты. Забор, гаражи, административные здания. Перепутал ДП, государственное предприятие с дочерным. Или просто не разбирается. Это вопрос остается открытым. Еще тезис озвучивает народный депутат о том, что интересы громады не учтены. С громадой не посоветовались. Я могу вкратце рассказать этапы прохождения этого вопроса от идеи до полной реализации. Первое. Это просто разрешение внести изменения в генеральный план. Как первый этап. Второй этап. Институт Днепромист, который разрабатывал генеральный план нашего города. Детально будет рассматривать всю территорию. Учитывать подъездные пути. Коммуникации. Необходимость социальной инфраструктуры. Нужен ли там садик. Школа. Детские площадки. Спортивные площадки. После этого он дает свой вывод. Можно ли там строить многоквартирную застройку. Или нет. После этого, только после этого, общественное слушание и общественность города Чернигово будет принимать решение уже на основании выводов. Института Днепромист, управлений соответствующих всех инстанций. И только после этого, когда общественность разрешит принять это, депутаты принимают решение внести изменения в генеральный план с целью изменения назначения земли. С промышленной. Для того, чтобы можно было построить там многоквартирную застройку. И только после этого на сессию подавалось бы прошение у депутатов о разрешении там строить. Этот процесс может занять от одного до трех лет. От одного до трех лет я еще раз на этом хочу акцентировать свое внимание. Именно поэтому все вопросы, и не только по МК-59, а других объектов, выносились на одну сессию. Почему? Потому что изменения в генеральный план вносятся один раз в пять лет. Если вы внесли изменения на одну территорию, то следующие четыре вынуждены были ждать следующие пять лет. А я хочу спросить и у народного депутата, и у депутатов городского совета, которые блокировали этот вопрос. Вы знаете, сколько в городе Чернигове не доведено, не введено необходимых норм застройки в этом году? Сколько будет не хватать в следующем, в семнадцатом, в восемнадцатом, до двадцатого года хотя бы перспективу? Кто-то знает? Сколько у нас новых объектов начали строить за последний год? И сколько планируется в следующем году? Они дают себе ответ на этот вопрос и громаде, строителям и смежным предприятиям? К сожалению, я думаю, нет. Чуть-чуть дальше пошел телеканал Детинец в своем сюжете. Озвучили территорию шесть гектар. Там нет территории шесть гектар. Вранье, незнание, некомпетентность. У меня вопросы. Территория 3,8 гектар. Там парк. Там нет парка. Я готов сейчас здесь. Может чуть попозже продемонстрировать вам видео с этой территории. А в последующем я приглашаю журналистов поехать на эту территорию. Нам нечего скрывать. И показать все, что находится на этой территории. Где находится действительно парк? И может журналист, ты или журналист, сознательно, несознательно, и депутаты. Может они перепутали вид со своих окон царских сел, что у них парки за окнами. Там парка нет. И никогда не было. Это промышленная зона со времен Советского Союза. И может журналисты поленились посмотреть проект решения Черневского городского совета, что планировалось там строить, когда они говорили о том, что там царская села. Я могу зачитать. На даты дозвил на разробление проекта ЗМИН до генерального плану МИСТа еще до размещения богатоквартирные житловые забудовы. Богатоквартирные. Никаких царских сел, которые уже, к сожалению, построены в нашем городе. Пишите про это. Говорите про это. Делайте журналистские расследования. Чуть-чуть дальше. Теперь о промышленной зоне, про которую так все говорят. Есть два момента, на которые хочу обратить внимание. Журналистов, общественности, экологов. На территории ПМК-59, где находятся наши объекты, до сих пор есть пять порталов ГСМ. Они находятся на этой территории. Среди коммуникации под бетонным покрытием. И по назначению это уже давным-давно не используется. Предприятие было разрушено до нас. А вот это уже, там есть скважина, из которой люди пьют воду. Она находится 50 метров от нашего забора. И вот это может быть экологическая катастрофа через пять. Это может уже сейчас, мы не знаем. Мы обслуживаем канализационно-насосную станцию на этой территории до сих пор. Хотя не обязаны этого делать. Продолжаем обслуживать. И если мы остановимся это делать, то все, что мы обслуживаем канализационно-насосную станцию, которая есть, это все будет наверху, возле Еловщины, возле воды, возле Стрижня. Вот это будет экологическая катастрофа. Это хотят добиться народные депутаты, депутаты городского совета. Экологическая катастрофа в Еловщине. Да, наша территория граничит с территорией Еловщины. Так же, как и территория супермаркета, известного в городе. Так же, как и территория царских сел, которые были построены недавно. Так же, как и много частного сектора, находящегося вокруг территории Еловщины. Так сложилось исторически. Эти предприятия, ПМК-59, оно находилось не в городе, оно находилось за территорией города. Просто город развивался, строился, и эти предприятия получились на территории города. Они, эти предприятия, и металлист, и мясокомбинат, они не будут работать по своему профилю. У нас в городе, если не знают депутаты и депутаты, больше 800 га промышленных территорий, из которых 75% используются не по назначению уже. То есть, не по назначению, может быть, я бы его неправильно сказал, а не используются как промышленные территории. И с этим надо что-то делать. Куда расти городу? Надо использовать то, что есть внутри города, и строить. Ведь строительство, еще раз хочу напомнить, это жизнь. А что они хотят получить на место, если они строят там жилые постройки? Можно построить там цех, который исторически был на этой территории, по производству железнобетонных конструкций, поднять три трубы выше еловщины и лить бетон. Этого хотят? Я думаю, что нет. А может быть, именно это. Или поставить маленький завод лакокрасочных изделий, что разрешено по назначению этой земли. И мы советовали с людьми, которые проживают рядом с этой территорией. И люди, когда слышат завод, слышат изготовление бетонной конструкции, три трубы, конечно, нет. Люди хотят детский садик, который мы планировали сделать из своего административного здания. Да, детский садик, которого рядом поблизости нет. Продуктовые магазины, которых рядом поблизости нет. Люди вынуждены ходить в магазины за 400-500 метров. В маленькие продуктовые магазины. Детского садика там и рядом нет. А маленькие мамочки с детьми там гуляют. Там нет детских площадок. Там нет спортивных площадок. Поэтому у меня вопросы. Зачем этот вопрос из сферы экономической, развития города, перевели в сферу политическую? И в конце своей пресс-конференции я хочу сказать, что я родился в этом городе. Я люблю этот город. Тут растет мой сын и живет мой сын. И мне не безразлична судьба этого города. И я хочу, чтобы депутаты смотрели не на только здесь и сейчас политическую конъюнктуру, на какие-то политические силы, на то, что депутатами, от каких партий они являются сейчас, и они уже думают, от каких партий им идти завтра, а чтобы они продумали развитие города не только на времена своей каденции, которая заканчивается, хочу им напомнить, осенью следующего года, а продумали на 5 и 10 лет вперед, как минимум. Спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить. Уточните, пожалуйста, где находится ваша территория? Давайте, можно показать. Прямо... Если вы видите карту, там где мышка... Сейчас я попробую. Вы просто опишите словесно, если я вам могу. Смотрите. Гипермаркет Вена. Если спускаться вниз, проезжаем, не доезжая... Действительно, здесь Тарское село на углу. Юность, да, там раньше был. По-моему, правильно? Поворачиваем направо туда, к Царскому селу. И едем вглубь метров в 100, далеко за Царское село, в частный сектор, который был построен не одно десятилетие назад. То есть, сторону боевой? Сторону боевой. Ну, вниз. Но оно находится до реки Стрижень. Я могу вам потом... Смотрите. Ну, то есть, там уже частный сектор, у кого не доезжая училище, или у кого, да? Да нет, это не в ту сторону. Этого не в ту сторону. Вот Вена, вот Стрижень, а вот Царское село, а вот наше предприятие. Внутри частного сектора, фактически. И многоэтажки по улице Фикселя. Это находится там объект, и тогда уже, поскольку я... Буквально одну минуту. Просто краткая нарезка видео. Вход, въезд в наше предприятие. Административное здание ПМК-59, купленное нами, которое мы хотим, хотели перепрофилировать в детский садик. Его территория. Вот этот парк, три гектара, про который все говорят. Вот эта еловщина, якобы, про которую говорят. Это наш забор, за которым находится еловщина. Вот наша территория. Я приглашаю журналистов поехать туда, посмотреть, посчитать деревья, ели, сосны. Мы купили его в мае, а столько оно по профилю не работало, я даже сейчас вам сказать не могу, но знаю, что уже очень давно. Котельня. Вот этот весь лес на территории. Манипуляция. Там сейчас фуры обслуживаются, там есть эстакады, там меняется масло. Ну, по промышленным нормам это все положено, это все возможно. и оставить или это, или делать жилой комплекс. Вот дом, который там один, одинешник стоит за нашей территорией, территорией, на которой находятся наши объекты. Дом по улице Фикселя. Которого мы обслуживаем, это канализационная станция. До сих пор обслуживаем мы. Вот чтобы дойти до этого дома, необходимо проделать путь от остановки, наверное, метров 300-400. По лесу, без фонарей, без асфальтного покрытия. У них нет детской площадки, у них нет спортивной площадки. И мы когда там были, они говорят, мы обращались ко всем народным депутатам, поставить нам детскую площадку. Но все отказали. Там же три подъезда. Избирателей мало. Четыре подъезда. Я могу ошибаться. А вот, рядышком с нашей территорией, находится там цех. Это не наш объект, который делает железобетонные конструкции за 50 метров от территории Еловщины. И имеет право это делать. Парит, дымит. Вот этого хотят. Три трубы можно поставить выше Еловщины и запустить там производство. Нет, так если он работает, независимо от того, где он строит или не будет, это предприятие... Если изменить целевое назначение земли, депутаты, там маленький цех всего, понимаете, который можно перенести в промышленную зону, в любую другую. И про это говорят и управление капитального строительства. В своих выводах, когда мы говорили о предприятии ПМК-59 территории, о металлисте, о том, что в городе достаточно промышленных территорий, на которые можно жать промышленные объекты, которые маленькие, и перенести их в те зоны. Это все возможно. Там, вот этот частный сектор, там недалеко есть скважины, с которой они пьют воду. Частный сектор. И вот эта скважина находится 50 метров вот от этой территории и там, где делают, куда сливают, мы же тоже не контролируем, мы не знаем. То есть на каком этапе сейчас этот проект может быть? Этот проект по непосредственно уже многоквартирной застройке, я думаю, что это подвис вопрос даже не на месяцы. Если депутаты будут продолжать из него делать политический вопрос, я еще раз хочу сказать, что от идеи до начала строительства пройдет, если идти шаг в шаг, принимать решения, разрабатывать проекты, находить инвесторов, находить подрядчиков, то это один-два года минимум. И потом строить еще один год, если не больше. То есть на каком этапе вы остановились, скажем так? Вас остановили? Нас остановили, мы не останавливались. Но на каком этапе вас остановили? Нас вынуждены были остановить депутаты, депутаты, на самом начале практически, потому что без изменений в генеральный план, без разрешения изменений в генеральный план, на первом этапе все остановлено, все. Хотя уже были проведены переговоры и с застройщиками, местными застройщиками, нашими строителями. Слушайте, пожалуйста, а почему местные застройщики сами не захотели выкупать? Это же будет дешевле, чем какое-то промежуточное звено, как вы, ПУК, 509, которое не имеет своих строительных мощностей, а только выкупило землю. Почему? Мы землю не выкупали. Акк? Земля находится, пустинного взаимокрестувания находится на дочернем предприятии, которое фактически уже не существует. И поэтому акк там тоже. Акк? Наши объекты, объекты куплены все нами. Вы купили полуразрушенное административное здание и гаражи. Все объекты, гаражи, забор, все было куплено нами. Но земля это не ваша. Фактически, ну, по закону Украины мы должны, обязаны, и это будет на ближайшей сессии, взять ее в аренду. Мы просто хотели понимать, как использовать эту землю. Либо строить там промышленность в центре города, возле Иловщины, либо делать там социальную инфраструктуру и строить социальное жилье. Алексей, один вопрос простой. Ты говоришь, там с июня, или когда там предприятие? С мая. С мая организовалось предприятие. И за землю предприятие с мая по декабрь не заплатило ни копейки, поскольку она не выделялась. Почему так происходит? Уже на ближайшую сессию? Нет, вопрос и не в том, когда там на сессию, завтра, послезавтра, будет эта сессия вообще. Вопрос, почему с мая по декабрь предприятие не заплатило ни копейки за 3,8 гектара городской земли? Какая это сумма, Игорь? Я не знаю, за 3,8 гектара какая там сумма, я не знаю. Почему не заплатило просто? Вы говорите, что честно ведете бизнес, все остальное, почему не заплатили? Мы для себя должны были понимать. Нет, вы купили предприятие. Игорь, я отвечаю на ваш вопрос, и я не перебиваю вас в вашем вопросе, не хочу, чтобы меня перебивали в этом вопросе. Мы все взрослые люди и понимаем, зачем мы здесь собрались. Мы должны были понимать, как мы будем использовать объекты на этой земле. Документы готовились, и я могу вас уверить, что у нас сроков, как таковых, по аренде земли, которые нас обязывают взять ее в каком-то определенном времени, нет, по закону Украины. Мы должны были это сделать, мы сделаем это обязательно в ближайшее время, но мы хотим для себя понимать, что делать на этой территории, на земле, которая находится под нашими объектами. ТОВ ПМК-59. Если земля не оформлена, нет основания аренды. Ну, я так понимаю. В смысле не оформлена? Ну, если она не оформлена? Ну, на нас она пока не оформлена. У нас сразу было оформлять землю в аренду, а не за год прошел, извините меня. Потому что ситуация повторяется. Вот предыдущие пользователи земли, не будем называть кто, мы все знаем. Я не знаю. Рынок на ремзаводе Шанхай, да? Там до сих пор никакие, там тоже гектары этой земли, никто не платит налогов никаких за землю, и город, бюджет, вылетает деньги. Теперь вопрос второй. Если там пустая территория, то получается, город должен отдать вам землю вашему предприятию. Отдать, что значит отдать, Игорь? Я просто, чтобы давайте понять. Дать в аренду, продать, что сделать должен вам? Я не знаю, что должен сделать город с этой землей. То есть, почему город не может заработать на этой земле? Значит, город заработать. Почему город не купил эту территорию? Мы купили объекты на этой территории. Они продавали, Игорь, эти объекты. Вы купили объекты, но вы не купили землю. Землю не купили. Вы землю не купили, не взяли в аренду. Земля будет... Ну, не взяли в аренду. Вы же не используете по сути вот эти объекты, которые вы купили. Какое вообще отношение в вашем земле на сегодняшний день? По закону Украины, эта земля должна быть надана нам в аренду под объектами, которые нами куплены. Понимаете? Это абсурд, если мы имеем объекты и не имеем под ней землю. Ведь правда? А кому эту землю продать, отдать в аренду? Не имея земли в аренде, вы подойдете по аренду генерального плана. Я не хочу заговаривать этот вопрос в сферу аренды земли за 4-5 месяцев. Понимаете? Можно заговорить этот вопрос? Его пытался заговорить народу и теплотат Рошенко здесь. В сферу аренды земли. Я отвечаю на вопрос и для себя, и для вас, Игорь, тоже. Для всех. Этот вопрос, вот не надо заговаривать только в аренду земли. Давайте заговаривать этот вопрос в сторону строительства. Почему тут теперь нельзя строить? Почему город сам не может продать эту землю, вам же допустим? Землю продать? Да, продать. Мы готовы. Так выйдите с предложения, что вы готовы ее купить. Не будет вопросов никаких. Игорь, вы советуете мне то, что я вам сказал. 5 минут назад я вам послушаю, Игорь, о том, что мы выходим на следующую сессию, постараемся выйти с необходимым пакетом документов. Главное, чтобы этот вопрос не делали политическим. И по Шанхаю, да, действительно, вы знаете ситуацию, и по Шанхаю тоже по этому рынку. Прекрасно. Какой это вопрос? Там вопрос одной фамилии и другой фамилии, Игорь. И вы прекрасно это знаете. Ну как при чем? Ну, Игорь, ну давай не затягивать время. Разная цена, если это объект для промышленных... По Шанхаем давно хотели оформить эту землю, что с этого получилось... Ну, вот люди хотят знать, если они там будут строить жилье, они же такие деньги будут покупать. И город такую цену. А если это как промышленные... Я объяснял это с самого начала, что мы хотим понимать, что здесь будет. Вот и все. Почему не пришли и сами властники компании? Властники? Кого вы имеете в виду? Мир Шниченко, Варнавский, Тюнин? Ну, я думаю, вы можете сами у них спросить. Я директор этого предприятия ТОВ ПМК-59 и отнести... Веречь в власть от ТОВ ПМК-59 на всех пресс-конференциях, народного депутата в том числе. Поэтому я как директор, который готовит и документы и будет подавать их на сессию, эти документы, и проектировать, участвовать в проектировании то, что там будет. Поэтому на пресс-конференции именно я. Вот так.